Ну что ж, я всех приветствую. Вот я и дождался, и вы вместе со мной эту новинку. Это Meizu Note 9. Сегодня поговорим о том, насколько он хорош, насколько он плох. Будем сейчас распаковывать. Это первое впечатление. Никаких обзоров, ничего я не смотрел. Версия 4.64, черный цвет, покупал в официальном магазине Meizu. Аппарат стоил 190 долларов. Доставка была быстрой, поэтому заплатить пришлось дорого. 26 долларов. Также у меня был купон минус 15 долларов и купон минус 2 доллара. Это от продавца 2 доллара, а 15 это на распродаже мусульманских каких-то праздников были. Получилось захватить, кто в группе ВКонтакте, тот в курсе обо всех купонах, распродажах и так далее. В итоге за 200 долларов с быстрой доставкой получили вот такую новинку. Давайте на нее посмотрим поближе и сделаем выводы. Итак, вот он красавец. Запакован просто отменно. Скажу спасибо продавцу, что он отправил достаточно быстро, не стал затягивать. Единственное, что трек номер обычно DHL трекается сразу, а здесь спустя сутки. Но ничего, я подождал. Написал продавцу, он говорит, слушай, потерпи немного. Я подождал, действительно, он начал работать. Так что, может быть, попал просто на праздники. Так что тут никаких претензий. Продавец просто отработал на 5 с плюсом. Здесь я вижу на украинском, на именовании товару смартфон Meizu Note 9. То есть, он для рынка Украины предназначен. Интересно, интересно. Поддерживает CDMA частоты, поддерживает, насколько я знаю, 20-й бенд полноценно. Этот аппарат вообще по частотам должен быть один из самых жирных и должен работать вообще во всех регионах мира. По упаковке она здесь традиционная для Meizu, простяцкая и в новом стиле, в новом синем оформлении. Сравнивать сегодня буду его немного с Redmi Note 7, который, я считаю, более целесообразно сравнить по ряду технических характеристик. В интернете находил информацию, некоторые сравнивали его с Redmi Note 7 и говорили, что он убийца Xiaomi Redmi Note 7. Ребятушки, ну это, конечно, громкие слова. Для того, чтобы он был убийцей Redmi Note 7, нужно очень Meizu постараться. Давайте посмотрим, получилось у них это или нет. Итак, 6,2 дюйма дисплей. Здорово, это уже радует. Он чуть-чуть поменьше, чем у Xiaomi. Значит, Snapdragon, это отлично, просто отменно. Здесь у нас используется Snapdragon, насколько я помню, 675 на 11 нанометрах. Он еще лучше, чем 660 в Redmi Note 7, поэтому Redmi Note 7 тут проигрывает. Камера 48,5 мегапикселей. Все точно так же, как и у Xiaomi. Также есть поддержка разблокировки по лицу. 4,64 версию я взял. Есть еще версия на 128 накопитель и версия на 6 гигабайт оперативки. Так же, как и у Redmi Note 7. Но у Redmi Note 7 это идет версия Pro, которая только для рынка Китая. Короче, там такая путаница. И, в общем, не так все просто. А здесь можно купить прокачанную версию, можно такую. Но, так как у меня Redmi Note 7 есть 4,64 и эта версия 4,64, я считаю, что такое сравнение будет более чем интересным. Батарейка здесь точно такая же, как и у Redmi Note 7. Также есть M-Charge. Это быстрая зарядка от Meizu. Не знаю, будет ли он поддерживать Quick Charge. Это будет очень здорово. Если так. Также есть M-Back. Это умная кнопка, многофункциональная от Meizu, которая появилась еще в Meizu M2 Note, который у меня был очень давным-давно на канале. Flyme 7 старенький. Ну, в общем-то, ничего новее Meizu пока предложить не могут. Ну, что, достается премиально. Выглядит он, конечно, симпатично. Как по мне, так Meizu удалось сделать копию Xiaomi. Потому что, на самом деле, не назову это устройство каким-то оригинальным. Это все мы видели уже на Redmi Note 7. Ну, прямо, вы знаете, как будто это два брата-близнеца. Чуть-чуть, конечно, отличается. Сканер здесь у нас чуть поменьше, покомпактнее. Для кого-то это будет лучше, потому что это типа симпатичный. Ну, для кого-то, наоборот, минус. Потому что, типа, как нужно попадать лучше на этот сканер. Ну, то есть, чем он больше, тем больше вероятности, что быстрее разблокируется смартфон. По цвету он у нас черный, слегка отдает таким пепельным. А здесь, посмотрите, черный более глубокий. Ну, прямо вот глубокий-глубокий. Это все-таки черным язык не поворачивается. Назвать, но если вы не будете вот так сравнивать лоб в лоб, то можно смело говорить о том, что он черный. По модулям камеры у Meizu он меньше выпирает, как мне кажется. Да, мне кажется, что у Meizu он меньше выпирает, ну, раза так в полтора. Я могу ошибаться. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Ну, вот так я вам покажу. И вы уже там сами сравните. Ну, тяжело, конечно, это все показывать, потому что неудобные ракурсы и так далее. Да, дисплей здесь очень похож на Xiaomi. И здесь у нас индикатор событий расположен. Как мне кажется, рамки достаточно маленькие. И мне кажется, что рамки даже меньше, чем у Redmi Note 7. И пока он запускается, давайте сравним их рядышком. Ну, что я могу сказать. Выглядят они, конечно, чуть-чуть по-разному. Meizu компактней. Вот реально, ребят, кто любит компактные устройства, вам Meizu больше понравится. Потому что он даже по легкости, он чуть-чуть полегче. Хотя такой же аккумулятор. Meizu выпущен вот посвежее, поэтому, естественно, здесь у нас большее преимущество в плане процессора. Это понятно. Ну, и, конечно, они смогли подглядеть на этот хит и сделать точно такой же, только еще лучше. Значит, по гнезду для наушников оно расположено внизу. USB Type-C и основной микрофон тоже внизу. Вверху у нас традиционно нет инфракрасного порта. Естественно, если кому-то нужен инфракрасный порт, то, в общем-то, ваш выбор только Xiaomi исключительно. Языков просто тьма на самом деле. Поэтому я думаю, что под каждую страну можно будет настроить. Интересно, что страны Молдова здесь нет. Ладно, раз он предназначался для Украины, давайте поставим Украину. Сети 5 ГГц он видит без проблем. Итак, первое впечатление. Конечно, он сидит в руке поприятнее, попремиальнее, чем тот же Redmi Note 7, как мне кажется. Мне нравится то, что очень легко и мягко отзывается клавиатура. Вообще, у Meizu это их особенность, их фишка, что печатать на этих телефонах очень удобно, очень приятно. Ну и для того, чтобы насладиться его заляпанной, но в то же время красивой задней крышкой максимально, конечно, нужно все это дело снять. Да, крышка заляпывается точно так же, как и у Xiaomi. Очень быстро, вот буквально чуть-чуть подержал в руках. Смотрите, все уже в отпечатках. Но, ребятушки, это современный тренд. Все хотят иметь вот такие красивые зеркальные смартфоны. Пожалуйста, имейте, но имейте в виду, что будете ходить с тряпочкой. Так, и пока он запускается, давайте посмотрим на комплект поставки. Здесь у нас нет чехла традиционно для Meizu. У Xiaomi он в комплекте есть, причем неплохого качества. Поэтому, если кому-то интересно, вот реально вот интересно, чехлы, стекла для этого телефона, пишите в комментариях или, например, просто сделайте вот так, и я все пойму. Я пойму, что вам интересна тема защиты этого телефона. Чем больше ваших реакций будет, тем больше будет стекол, чехлов, всего остального. Вы знаете, что я все это тестирую очень качественно. Я беру, наклеиваю стекло, хожу с ним, разбиваю его потом, царапаю ножом и так далее. Поэтому проверим максимально все защиты, если для вас это, конечно, интересно. В комплекте у нас куча макулатуры, как всегда. Я не знаю, зачем Meizu кладет вот такие вот огромные просто книжки, инструкции, как чем пользоваться. Все цветное, конечно, есть также на разных языках, но гарантийник также есть. Но я не знаю, зачем они это делают, потому что, в принципе, пользователи, и без того сейчас не глупые, уже научены техникой, даже если это их первый смартфон, они разберутся с ним. Как правило, им кто-то подскажет, поможет. Лоток точно такой же, как у Xiaomi. Единственное, что сюда нельзя установить карту памяти, и это я считаю минусом. Прям вот, знаете, серьезным минусом лично для меня. Конечно, есть люди, которые с симками только пользуются, не пользуются картами. И я их понимаю, но так как я пользуюсь в основном картами памяти практически на всех смартфонах, то, в общем-то, это я считаю большим промахом от Meizu. Конечно же, USB-C и USB. Да, он здесь очень, кстати, похож на Xiaomi. Но, слушайте, они такое ощущение, что захотели просто скопировать точь-в-точь. Точно такой же кабель. В принципе, запаха от него не чувствую. Достаточно приятный на ощупь. Я так подозреваю, раз поддерживается быстрая зарядка, то сечение кабеля тоже очень хорошее должно быть. Так, по поводу адаптера. Он здесь огромный. И огромным плюсом этого адаптера является не только то, что он большой. А что он не хочет у меня заходить? Посмотрите, он не хочет заходить у меня. Вот я сейчас пока это все распаковывал. Вы, наверное, заметили, что одно и то же на экране. Я не могу без захода в Google аккаунт начать пользоваться телефоном. А если у меня его нет? А если я не хочу в него заходить, например? Слушайте, это действительно косяк от Meizu. Почему они так сделали, не совсем понятно. Ладно, давайте зайдем. Также он предлагает воспользоваться встроенным Flyme, опциями Flyme классными. Но, в общем-то, мы ими пользоваться не будем. Надеюсь, что он разрешит пропустить. Отпечатки пальцев. Кстати, давайте проверим, насколько быстро он будет у нас считывать. Ну, вот посмотрите, моментально быстро считывает. Вообще никаких проблем. Также можно выбрать предустановленные приложения, чтобы были определенные такие базовые. Но здесь они, конечно, нам не нужны. Поэтому нажимаем пропустить. Оу, ничего себе! А дисплейчик-то огонь! Так, убираем автояркость. Это еще и... Ох, ничего себе, какой он яркий! Ребят, ну я уже вижу, что Xiaomi просто отдыхает с их дисплеями. Здесь дисплей намного круче. Ох, просто супер! По скорости работы пока ничего не могу сказать, но плавность, она здесь классная. Ну, камера, конечно, не передаст, но... Ну, вот как мне кажется, здесь экран ярче. К тому же, он более теплый, более приятный. Смотрите, у Xiaomi он уже начинает чуть-чуть терять контрастность, а у Meizu только-только вот сейчас. То есть, здесь дисплей, даже по углам обзора, он получше, значительно. Как по горизонтали характеристики, так и по вертикали у Meizu получше. Значит, здесь по удержанию на центральную кнопку можно запустить вот такой вот ассистент Google. Цветовая температура очень хорошо регулируется, но по умолчанию она мне очень нравится. Да, дисплей просто огонь. Как мне кажется, рамки здесь тоже очень маленькие. Даже, может быть, чуть-чуть меньше, чем на Xiaomi. Во всяком случае, то, что я вижу, ну, по дизайну даже, да, вот оно у Meizu, ну, получше реализовано. Более так аккуратно сидит в руке. Оба они, конечно, скользкие слегка, потому что это все-таки стекло, пластик и так далее. Вот это все пластиковая рамка. Но, в общем-то, по этой рамке мне она не нравится, она прям вот раздражает, потому что она такая блескучая. Посмотрите, как будто бы она вообще другого цвета. На самом деле, так и есть, она другого цвета. И мне кажется, она со временем должна очень сильно потрепаться. Но это лично мое мнение. Матрица здесь IPS, так же, как и на Xiaomi. Type-C у нас одинаковые, они поддерживают OTG, поэтому, если кому-то важно, то можно подключать флешки, мышки, там, клавиатуру и всякие такие внешние накопители. Также у Xiaomi есть поддержка радио, у Meizu поддержки радио нет. Во всяком случае, я вот тут сейчас немножко полазил, посмотрел. Радио он не имеет. Встроенные Google сервисы есть. Но, посмотрите, оболочка работает крайне красиво. Что мне нравится у Meizu, это то, что не нужно убирать рекламу. Здесь она есть, и нужно обязательно убирать, то есть потратить минут 5 на то, чтобы ее все отыскать и все убрать. У Meizu с этим все по-честному. Ну и как бы цена на смартфон изначально чуть-чуть подороже. Здесь у нас также батарейка 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с помощью 18-ваттного адаптера. Кстати, я вам его не показал. Вот, посмотрите, он выдает либо 5, либо 12, либо 9 вольт, и все это происходит при 2 амперах. Простите прощения за грязные ногти длинные. Со временем, конечно, все почищу. Просто снимаю все максимально быстро, чтобы показать и уйти на работу. По Bluetooth, у нас здесь Bluetooth 5.0 поддерживается. Что здесь, что здесь. Единственный момент, это то, что я немножко не уверен, есть ли у нас в Meizu aptX поддержка. Потому что для меня, например, это очень важный момент, чтобы музыка была по Bluetooth в высоком качестве. У Xiaomi 100% есть, и он здесь работает очень корректно. Я вот прям удовольствие огромное получил от прослушивания музыки по Bluetooth в высоком качестве. У Meizu это все предстоит, конечно, мне проверить. Wi-Fi поддерживается Dual-Band. Что здесь, что здесь. Поддерживается Wi-Fi 5 ГГц, 2,4 ГГц. Теперь по камерам. Очень важный момент. Значит, у нас здесь поддерживается 4К, либо 60 кадров 1080, либо 30 кадров 1080. Здесь я еще не в курсе. Сейчас будем все смотреть. Заходим в настройки. Также, смотрите, соотношение сторон можно выбрать 18,9 и 16,9. Этот дисплей уже идет нового формата. Он идет 18,7 к 9. Поэтому, в общем-то, если хотите на весь дисплей смартфона снимать, то надо выбирать 18,9. Но мы выбираем 16,9, потому что это более распространенный формат. Водяной знак можно установить, чтобы все видели, что вы снимаете на этот смартфон. Также здесь есть интеллектуальный режим, так и как и на Xiaomi. Свой фирменный. А и так называемый. Есть поддержка HDR. Ну что, по качеству фото здесь нет возможности выбрать лучше, хуже. Просто выбирайте нужный режим, допустим, портретный или обычный, или видеосъемку. И, в общем-то, снимаете. Здесь есть ручной режим также, в котором можно ISO отрегулировать экспозицию, фокус и баланс белого. Все проверю и отдельно в тестах буду на втором канале показывать уже скоро совсем. Также можно выбрать таймер. 3 секунды, 10 секунд для того, чтобы сделать групповой снимок и отойти от смартфона на расстояние. Сделать самого себя снимок, например. Очень удобно. У Xiaomi, насколько я знаю, этой опции нет. Фокусировка по тапу есть, но, как можете заметить, фокусируется он не всегда с первого раза. Ну, в общем-то, тут, конечно, по камерам это такой момент. Нужны еще более лучшие условия съемки. Но уже сейчас могу кое-что рассказать. Вот, посмотрите, он вставляет свою вот эту вот историю. Meizu Note 9 Dual Camera интеллектуальная. Посмотрите, как он четко фокусируется. Что даже то, что вот стол, например, он уже идет размытый. Хорошая резкость. Это все достигается благодаря тому, что здесь большая светосила. На самом деле, вот этот основной модуль 48 Мп, он идет с диафрагмой 1.7. В то время, как у Xiaomi 1.8. Следовательно, в более худших условиях освещения. Априори должен снимать лучше. К тому же, он должен снимать с более приятной бокешкой. Ну, а насчет 5-мегапиксельного вспомогательного сенсора, я, честно говоря, не знаю, какая у него там характеристика. Не помню такой информации, чтобы кто-то сообщал, что здесь какая-то диафрагма. Но у Xiaomi она, по-моему, 2.4. В любом случае, это вспомогательный сенсор, нужный чисто там для того, чтобы размыть фон в портретном режиме. Ну, и здесь тоже он сфокусировался хорошо. Посмотрите, какие детали. Шрифт четкий, резкость хорошая. То есть, то, что я вижу, меня очень радует. Конечно, я поснимаю на этот смартфон сегодня и сделаю определенные выводы уже сегодня о нем. У Redmi Note 7 камера всего лишь 13 Мп. Пикселей и диафрагма 2.2, а здесь диафрагма 2.0. И на самом деле это только цифры. Что на самом деле мы получаем, мы сейчас узнаем. Так, что я здесь вижу? Ну, я вижу, что картинка, в принципе, ну, вот в предпросмотре неплохая. Давайте попробуем сделать тестовый снимок. А, надо же убрать всякие улучшайзеры. Так, ну, я, конечно, немного размытый. Не знаю, почему здесь резкость получше. Не знаю, в общем-то, я еще попробую поснимать, но мне пока результат не нравится. Потому что здесь мыльцо такое, резкости нет. На Redmi Note 7 селфи получались чуть-чуть даже получше. И посмотрите, перенасыщенная такая картинка. То есть, не знаю, с чем это связано. Может быть, еще камеру нужно немножко подстроить. Но здесь особо-то ничего и не подстроишь. Потому что здесь каких-то таких настроек нам не дали. Также есть таймер для группового фото 3.10 секунд. Классно, что ставили эту функцию. Естественно, смотрим на видеосъемку. Для меня это очень важный момент. Значит, мы можем снимать Full HD и все. Остальное нам неинтересно. То есть, ни 4К, ни 60 кадров здесь нет. Может быть, поправят с прошивками. Но, ребятушки, это несерьезно. Слушайте, за аппарат отдается практически 200 долларов. И у него нет съемки 4К. Но это уже совсем не в ки ворота. Есть поддержка уровня. То есть, смотрите, мы делаем вот так. И он нам показывает, насколько мы завалили уровень. Очень удобная опция для тех, кто любит снимать качественные фото и видео. Так что, по камере очень противоречивые впечатления. Честно говоря. Хотелось бы, чтобы она была пофункциональней. Но зато этот дисплей, он просто ух, я ему все прощаю. Итак, что мы имеем в итоге в сухом остатке? Если сравнивать, например, с Redmi Note 7, то здесь чуть побольше дисплей в Redmi. Но, действительно, размеры здесь значительно меньше. И этот телефон ощущается в руке поприятнее. Аккумуляторы одинаковые. Быстрая зарядка есть, что там, что там. Дисплей мне в Meizu понравился больше. По камере пока спорный момент. Такие тестовые снимки вообще ничего. Они еще больше меня запутали. Вообще ничего такого не раскрыли для меня. По производительности, по скорости работы, слушайте, ну я не знаю. Но как-то вот запускается все более не менее. Посмотрим, насколько этот аппарат будет после того, как я его понагружаю. По-нустанавливаю сюда приложений. Насколько он будет быстрым. Ему нужно еще будет прогрузиться. Потому что, на самом деле, только-только включился. А только-только его активировал. Поэтому все очень спорно. Плохо, что нет поддержки карты памяти. Нет инфракрасного порта. Нет радио. То есть, то, чем Xiaomi многих может привлечь. Ну, понятное дело, нет NFC. Но зато здесь более жирный процессор. Как мне кажется, это на данный момент для игр будет поинтереснее решение. Ну, в общем-то, расскажу об этом более подробно попозже. Здесь у нас процессор старенький, 660 на 14 нанометрах. Здесь уже 11 нанометров. Он более энергоэффективный. Новое поколение процессоров. Поэтому, как мне кажется, если выбираете телефон на будущее, можно присмотреться к Meizu. Но пока ничего конкретно не могу сказать. Потому что нужно будет их сравнить отдельно, в отдельном видео. Походить с ними, именно с двумя этими трубками. И сделать тогда выводы. Сейчас в сухом остатке мы имеем, что этот аппарат очень крут. Он меня вот реально впечатлил. В комплекте нет чехла. Но если вам интересно, поназаказываю. И, как я уже говорил, сообщите мне об этом. Нужно ли вам это видеть. Спасибо за внимание. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Хорошего настроения. И кому интересно, где заказывал, ссылка в описании. Там же ссылка на кэшбэк. Заходите в группу ВКонтакте, чтобы узнавать о скидках, о новостях, о распродажах. И на второй канал заходите. Там про этот телефон выйдет гораздо быстрее информация, чем подробный обзор на этом канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok И так, это тестовое видео на Meizu Note 9. Первое видео на этот телефон. Смотрите, как он вам. Как вам звук. Лично мне нравится то, что фокус не прыгает. Мне нравится плавность. Мне нравятся цвета. Ну и по скорости фокусировки. Она отличная. Просто отличная скорость. Так, ну и теперь посмотрим, насколько он хорошо будет фокусироваться. Вау! Да, в кадре объект очень маленький. Смотрите. Объект небольшой, но фокус держит. Он реально понимает, что нужно сфоксироваться на твердый. Класс. В общем, по камере Meizu очень крут. Так, ну и теперь вот эта камера. У нас уже селфи-камера. Как вам? Снёмка видео. Сейчас, конечно, надо верить его лишь один селфи-бокс. Там играю. Не сильно так хорошо освещает. Ну, в общем-то, ваше почтение. По мне, так, довольно высокая качество. Так, ну я подвинулся от источника света подальше. То есть, где там, метр-плакат. Как по мне, так съёмка вот на селфи-камеру очень даже интересная. Тут кожа мне нравится. Мне нравится резкость. Так, теперь здесь при плохом освещении снимаем. Видим, что объект всё равно находится в фокусе. Опять-таки, цветок где-то, наверное, в метрах двух от источника света. Так что, очень хороший тест на съёмку в тёмных местах, скажем так. Надеюсь, это отчётливо видно. Вот, фокус не страдает при этом. Картинка очень плавная. Очень приятная бокешка. Всё-таки, диафрагма 1.7 говорит о себе. Очень прям кричит. Посмотрите. Резкость высокая. Но боке, ух! Для мобильной съёмки это очень даже интересный вариант. Я думаю, что многие, кто любит снимать видео на мобильные телефоны, у кого были бюджетники, вы оцените по достоинству эту камеру. Смотрите, круто. Так, ну и мой любимый тест на белом фоне. Фокусируется быстро. Перефокусировка отсутствует. Фокус чёткий. И фокус на стене тоже отсутствует. Как по мне, так камера здесь просто огонь. Даже Mi 8 Lite отдыхает. Единственное, что нет 60 кадров и 4К. Это очень печалит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!